Уважаемые делегаты, дамы и господа, я вас приветствую на нашем последнем дне работы. Комиссия приняла повестку сессии 23 июня 2022 года, включая сегодняшнюю виртуальную дискуссию о мероприятиях в области законодательства несостоятельности, связанных с законодательной деятельностью в Латинской Америке, Европе и в других странах. Я приветствую участие государств, которые используют тексты Юнситралы и партнерские организации, включая техническую помощь и деятельность на сегодняшнем заседании. Напомню, что с 2008 года секретариат организовывает такую групповую дискуссию по деятельности о техпомощи, чтобы проинформировать комиссию об использовании текста Юнситрал государствами и заинтересованными странами на мировом уровне. В предыдущих группах рассматривались вопросы по малым микропредприятиям, реагирование к ВИД-19, юридическое преобразование в развивающиеся переходных странах и о роли международной помощи в развитии, в осуществлении обоснованных реформ в праве международной торговли. В этом году мы будем заниматься вопросами несостоятельности. Мы отмечаем 25-ю годовщину типового закона о трансграничной несостоятельности. Также мы будем приветствовать успех этого текста. Типовой закон принял в 55 юрисдикциях и вместе с другими документами несостоятельности Юнситралы. Вместе все эти тексты являются набором документов, которые составляют прочные рамки в вопросах несостоятельности. Рабочая группа 5 в рамках своего проекта по отслеживанию активов и возвращению и применимую законодательство о процедуре несостоятельности продолжает дорабатывать эти документы для судов, государств и практиков. Сегодня утром мы услышим от участников о роли текста по несостоятельности Юнситралы и инициативах по укреплению потенциала в рамках межрегиональных и межрегиональных обменов в области несостоятельности и преимуществ многоязычного и межрегионального подхода. Перед тем, как мы начнем, я хочу дать слово госпоже секретарю. Она сделает ряд организационных объявлений. Госпожа секретарь, пожалуйста, благодарю вас. Доброе утро всем, кто присоединился к нами в сети и тем, кто находится здесь в зале. Позвольте мне дать вам информацию в отношении этой дискуссии. Она проходит в гибридном, смешанном формате, что требует определенной адаптации наших методов работы. Поскольку мы проводим заседание в рамках смешанного формата, заседание будет короче, чем обычно. Два часа вместо трех. С тем, чтобы учесть представление устного перевода в режиме в сети. Участники в сети могут использовать язык. Внизу их экрана есть кнопка перевод. Поскольку времени мало, в конце обсуждения не будет вопросов и ответов. Однако делегации, которые участвуют в работе здесь в зале, могут выступить с комментариями или задать вопросы напрямую представителям секретариата, которые находятся рядом со мной в президиуме. Для участников в сети они тоже это могут сделать, используя функцию вопросов и ответов на платформе Zoom на шести официальных языках. В обоих случаях и в личном качестве виртуальный секретариат даст ответы как можно скорее после сегодняшней сессии. И последнее. Это заседание будет записано конференционными службами. Видео и аудиозапись будет представлена на веб-сайте Юнситрау на шести официальных языках ООН. А доклад будет передан рабочей группе 5. Это широкое распространение работы Юнситрау по вопросам несостоятельности ставит задачу охватить широкую аудиторию. И теперь слово господи Самире Мусаеве, старшему юрисконсультуру отдела международного права, право международной торговли и рабочей группе 5. Для первой части, первая сессия касается инструментов по диагностике, которые используют секретариат инститрау, с тем, чтобы использовать тексты по инститрау необходимости реформ, укрепления потенциаловатовой области и диалога по вопросам несостоятельности. Роль этих инструментов двойная. Первое. Они сами по себе помогают содействовать рассмотрению текстов Юнситрау, поскольку они будут представлены на этой сессии и использоваться в качестве основными положениями. Второе. Секретариат инститрау будет проинформирован об опыте использования этих текстов и пробелов в реформе, в потребностях укрепления потенциала. Эти знания важны для секретариата в разработке эффективной и действенной технической помощи, в частности, объединив соответствующие программы с секретариатами инститрау и партнеров, которые позволяют задействовать ресурсы, которые есть у секретариата вне законодательной деятельности. В основном это объединение давних и новых партнеров секретариата, которые представят подход сверху вниз в оценке ситуации с вопросами несостоятельности. Этот подход является важным, поскольку он объединяет охват, различные перспективы и взгляды и приводит к сбалансированным и инклюзивным результатам. Первые две презентации – это Всемирного банка и Международного валютного фонда. Андрес Федерико Мартинес, старший специалист Всемирного банка, и Хосе Каридо, старший советник Международный валютный фонд, представят эту методологию оценки, которая используется этими институтами в области несостоятельности. Поскольку у них накоплен богатый опыт, они осуществляют эту оценку сами. Господин Мартинес и господин Каридо, расскажите о методологии и той роли, которую эти тексты играют в данном контексте. Благодарю вас, Самира, за представление, благодарю Минсентрау за приглашение Всемирного банка представить методологию при проведении оценок несостоятельности. Работа группы Всемирного банка в режимах кредитов-должник фокусируется на четырех основных вопросах. Первый – это забудка стандартов. Всемирный банк и Минсентрау совместно устанавливают стандарты в этой системе, которые являются важной частью инфраструктуры по созданию инвестиционного клуба в рамках сегодняшних рынков по оценке рисков в коммерческих отношениях, что содействует экономическому развитию, сохранению рабочих мест и финансовой стабильности. В 2001 году Всемирный банк разработал принципы эффективной несостоятельности режимов кредиторов-должников. Это принципы Всемирного банка, так я их буду называть. Мы их обновляли несколько раз. Последний раз опубликовали новый вариант в апреле прошлого года. Мы передали ссылку на этот документ в секретариате. Эти принципы и законодательное руководство инвестиционного несостоятельности включают международную практику и включают комплексные решения в политических решениях и нахождении этих решений. Принципы объединяют рекомендации, содержащиеся в законодательном руководстве, а также в международных стандартах. Второе. Оценка. Оценка, которую проводит Всемирный банк. Группа Всемирная банка участвует в использовании стандартов на всех этапах жизни кредита по четырем областям. Это система прав кредитор-должник, защита кредиторов, регистры и процедуры обеспечения, управление рисками и система возмещения в отношении финансовых трудностей. И также неформальная практика. Официальная процедура несостоятельности, ликвидация и реорганизация и институциональные рамки. Это суды и представители несостоятельности. В нашей оценке мы анализируем и законы, которые действуют, и их осуществления. Они основаны на международном стандарте. Рамки несостоятельности в странах основаны на основных принципах Всемирного банка и рекомендациях законодательного руководства. Оценка начинается с распределения и направления опросников местным властям. Группы собирают законодательство и данные. А поездки на места дают возможность рассмотреть ход практического осуществления этих решений. Это встречи с представителями банков, юридических фирм, администраторов по несостоятельности судей, правительственных учреждений. После того, как собрана эта информация, общие выводы рекомендаций группы воплощаются либо в доклад, доклад о стандартах и кодах, или более короткая техническая записка. И доклад, и техническая записка сходны по охвату, хотя технические записки, поскольку они короче, фокусируются на более ограниченных аспектах вопросовых стандартах. То есть, фактически, отличаются они по размеру. В доклады включаются приложения с принципиальными рассмотрениями вопросов, а в технические записки это приложение не включается. И оценка, и записка ставят задачу определить слабые места и возможности улучшения в системах рекомендации по улучшению применения руководства. Эти рекомендации содержатся в обоих документах. И представив эти документы, группа готова продолжать обсуждение рекомендаций этих вопросов. Перехожу к третьему вопросу. Техническая помощь. Здесь я хочу упомянуть следующее. По соглашению с странами, иногда группа Всемирного банка помогает в законодательном и судебном регулировании, в специальных программах подготовки, в долгосрочной помощи в подготовке кадров и в других вопросах. Речь идет также о правовых документах, связанных с подготовкой. Также в отношении типового закона о трансграничной несостоятельности ЮНСИТРАЛ его включение всегда рекомендовалось в соответствии со стандартами и международными аспектами процедурной состоятельности. Во многих случаях такие рекомендации приводят к принятию типового закона. И последнее. Обмен знаниями. Всемирный банк обменивается знаниями по ряду инициатив, с тем, чтобы привлечь внимание к работе группы Всемирного банка в этой области и важности реформы законового несостоятельности. Ряд примеров. Секретариат представит информацию о корпоративных документах. ЮНСИТРАЛ здесь, опять же, ключевой институциональный партнер для Всемирного банка. И я приведу вам один пример. Их много. Оба института участвуют в международных судебных коллоквиях, где объединяются работы с судей из разных развивающихся стран. И последнее, но не по значению. Есть концептуальные записки. И сейчас речь идет о возможности улучшить некоторые вопросы по ряду показателей, которые используются. Опять же, идея состоит в том, чтобы включить работу, связанную с качеством самих документов и состоятельности. Второе, инфраструктуру процедурной состоятельности. И третье, оценка эффективности. То есть, это время и расходы. Методология еще не была разработана и одобрана. У секретариата есть ссылки на веб-сайт. Я хочу еще раз поблагодарить ЮНСИТРАЛ и поздравить в связи с 25-й годовщиной типового закона о трансгонечении несостоятельности ЮНСИТРАЛ. И теперь слово господину Фосе Гаррида из МВФ. Благодарю вас. Это большое удовольствие и честь участвовать в этой дискуссии в оценке опыта МВФ в отношении помощи в вопросах несостоятельности. Главная функция МВФ – это контроль замуженными системами, контроль за экономической и финансовой политикой, представление финансовых средств государств-членов в решении проблем платежных балансов и оказание технической помощи и финансовых услуг. Обзор экономического здоровья государств-членов и риск в экономической стабильности и росту требует анализа национальных режимов несостоятельности. Фактически, прочные режимы несостоятельности чрезвычайно важны для экономического роста, финансовой стабильности и нахождение должных окликов и реагирования в случае экономической кризисы. Я коротко коснусь методологии, которую мы используем для оценки, как мы разработаем и используем эти показатели, и как мы ставим задачу включения эмпирических данных в анализ несостоятельности. Что касается оценки систем несостоятельности, мы используем методологию, разработанную в соответствии с международными стандартами о несостоятельности. Оценка систем несостоятельности может проводиться в контексте обзоров, так называемой консультации по статье 4, в контексте более широких финансовых оценок по отраслям, а также как часть технической помощи, которую запрашивают национальные власти. Как уже говорилось, стандарты в области несостоятельности и прав кредиторов включают принципы Всемирного банка и рекомендации законодательного руководства Инсентрал по закону несостоятельности. Их собирают организации в консультации с МВФ. Этот стандарт является широким, с акцентом на закон о несостоятельности, но включает другие важные элементы в защите прав кредиторов. В качестве инструмента для оценки это очень полезно определить, какие проблемы возникают и как странам улучшат режим несостоятельности. Методология была разработана Всемирным банком ЮНСИТРАУ на основе стандарта при помощи МВФ. Последний вариант был подготовлен в 2011 году и он включает 285 критериев для оценки хода выполнения. Методология – это очень детальная. Она включает все основные критерии, которые нужно учитывать структурами, которые проводят оценку. Упор делается на закон о несостоятельности, включая ликвидацию, реорганизацию, трансграничную состоятельность и институциональные аспекты. И анализ касается не только законов, но и того, как применяются правовые положения на практике. Многие из критерий оценки взяты из рекомендаций законодательного пособия, поскольку принципы эти включены на высоком уровне. Эти рекомендации очень полезны и являются основой для оценки системной состоятельности. Теперь позвольте перейти к использованию показателей. МВФ делает значительный акцент на экономические исследования. Это область права и экономики. И здесь много направлений анализа, включая исследования в отношении экономических последствий законов о несостоятельности. Есть обширные экономические исследования в отношении показателей, связанные с правовыми и институциональными характеристиками оценки взаимосвязи с экономикой. В 2018 году МВФ опубликовал записку для использования показателей третьих сторон в докладах фонда. Эти показатели используются третьими сторонами, включая методологию и границы их применения. Поэтому предпочтительно использовать те индикаторы, которые разработал сам фонд. Мы разработали два индикатора, связанных с исследованиями в режиме состоятельности. В 2020 году мы опубликовали рабочий документ о преотвращении избыточной задолженности в Азии и решении этой проблемы. Там показатели, позволяющие оценить различные аспекты правовых режимов для предприятий и персональной несостоятельности. Здесь анализируются различные гипотезы и взаимоотношения права и экономики. В феврале 2022 года мы разработали еще один показатель, измеряющий степень готовности правовых систем в случае корпоративного кризиса задолженности. Этот показатель подготовки к кризисам основан на элементах стандартов, которые особенно полезны использовать в период кризисов. Наши показатели основаны на ключевых элементах стандартов, хотя они могут быть шире общего стандарта и включать ряд дополнительных аспектов. Мы считаем, что эти показатели играют полезную функцию в поддержке экономических исследований и в междисциплинарном анализе. Однако показатели, индикаторы, это лишь показатели. Они лишь указывают на возможное существование проблемы и всегда требуют дополнительного анализа. Поэтому они считаются исследовательским инструментом. Кроме того, мы не используем ранжирование, поскольку полагаем, что это может иметь больше негативных, чем позитивных последствий. И последнее. Эмпирические данные. Мы твердо верим в полезность использования эмпирических данных. Это традиционное мнение экономистов. Но это важный аспект права. Многие споры в разработке законной состоятельности основаны на спорных идеологиях или предрассудках. Но есть эмпирические данные в поддержку той или иной позиции. Мы даем информацию о том, как использовать данные в оценке разработки системной состоятельности в рабочем документе, который был обогонкован в 2019 году. Расширенная статистика позволяет приходить к мнениям и делать выводы относительно того, что работает и что не работает в правовых системах. Система несостоятельности играет экономически важную функцию. И в конечном итоге наиболее надежная оценка их деятельности основана на фактических данных. Спасибо за то, что вы рассказали о вашем опыте в отношении законной состоятельности в странах, где работает Симон Банк. Как вы слышали, эти тексты используются как практика. Речь идет о связи с этих вопросов. Мы, тем не менее, считаем, что это связано с успешной подготовкой докладов, связанных с аспектами трансграничной состоятельности. В этой связи нужно напомнить, что в законодательстве и стандартах включены рекомендации 5, которые рекомендуют государствам принять типовой закон о трансграничной несостоятельности. Следующим будет выступать Катрин Бридж-Золлер, старший советник Европейского банка по реконструкции и развитию. И Юнсентрал давно работает в этом. В 2021 году Европейский банк представил новый инструмент для этой работы, чтобы участвовать в этой работе. Результаты первой оценки появились уже в феврале этого года. Они являются информативной иллюстрацией, которая позволяет продолжать расширять сотрудничество с Европейским банком в вопросах несостоятельности. Госпожа Золь, расскажите нам о ваших оценках и будущих планах. Благодарю вас, Самира. Дамы и господа, уважаемые делегаты, я с удовольствием участвую в сегодняшнем мероприятии от имени Европейского банка реконструкции и развития. Также я хочу поздравить Юнсентрал с 25-й годовщиной типового закона и работы по согласованию в систему несостоятельности. Как уже было сказано, я коротко расскажу о работе по оценке Европейского банка и о будущей деятельности в сфере несостоятельности. Прежде всего, несколько слов о программе юридической оценки. Эта программа предполагает разработку законов, регулирование институтов, поддержку институционного климата в странах, где работает Европейский банк. Мы регулярно проводим правовые оценки, в которых рассматриваются национальные правовые рамки в свете международной практики, например, в области несостоятельности. Это важно для нас, поскольку это помогает нам определить пробелы в этих структурах и то, на какие страны нужно обратить приоритетное внимание. В феврале мы опубликовали наш доклад с оценкой по национальным правовым процедурам в поддержку реструкции бизнеса, в которой они несостоятельны или находятся в финансовых трудностях. Мы охватили 40 юрисдикций, где инвестирует Европейский банк, включая Центральную Азию, Восточную и Центральную Южную Европу и Северную Африку. Наша оценка и методология в основе ее скорректированы в свете юридического руководства Юнситрала и европейской директивы. Как и Юнситрал, мы подчеркиваем важность ускоренной процедуры реорганизации для тех должников, которые еще не являются несостоятельными. Защита финансирования, которая является критически важной для организаций, и защита основных контрактов для должников с тем, чтобы бизнес продолжал работать. Мы также рассматриваем возможности трансграничной процедуры несостоятельности, которая важна для успешной реорганизации также в области торговли и привлекательности внешних инвестиций. Мы ранжируем экономики в нашей оценке с точки зрения их возможностей обеспечения бизнеса и, кроме того, насколько у них достаточный закон и какова оценка участников рынка. Мы собрали сообщения от 500 участников рынка, которые работают регулярно по несостоятельности. И итоговый рейтинг включает в себя бонус для стран, которые публикуют четкие и ясные данные по несостоятельности. Кроме того, мы измеряем показатели стран по контрольным ориентирам, и они включают в себя эффективность, результативность и гибкость. Что касается эффективности, то этот ориентир связан с принципом 5. Своевременное урегулирование вопросов несостоятельности по руководству ЮНС, а также включает в себя экономическую эффективность, результативность. Отражает общее желание достаточного инструмента реорганизации в национальном законодательстве. Например, рейтинги по внутри и внешним показателям кредиторов. И, наконец, гибкость процедур, гибридность процедур реорганизации и упрощенная процедура для малых и средних предприятий. Вся наша оценка содержит 40 экономических профилей, 20 приложений, сопоставительные данные, вопросники. Все это имеется на сайте ebrr.ebrd.restructuring.com. Я подчеркну три важные результата оценки, которые позволят поддерживать будущую деятельность ЕБРР в области несостоятельности. Надеемся во взаимодействии с ЮНС. Первая рекомендация. Необходима дополнительная работа с тем, чтобы улучшить правовую процедуру реорганизации ведения дел во многих юрисдикциях. Имеется отставание в некоторых юрисдикциях с точки зрения активизированной или гибридной процедуры реструктуризации. Это, как вы знаете, очень важно для сохранения стоимости и для того, чтобы быстро уйти из состояния банкротства, несостоятельности. Во многих странах, которые мы оцениваем, такая ситуация существует. Второе. Важно обеспечить финансирование после начала процедуры. В 15 странах, которые мы оценивали, нет таких механизмов защиты в национальном законодательстве. Третье. Третье касается важности защиты от окончания контракта со стороны третьей стороны. По крайней мере, это должно иметься при процедуре реорганизации. В такой процедуре нет, опять же, в большинстве юрисдикций, в 20. Второй результат нашего исследования – это важность трансграничной процедуры несостоятельности и координации между юрисдикциями. Для этой процедуры, хотя официально типовой закон применяется, но в 23 странах или юрисдикциях нет соответствующих положений от трансграничной несостоятельности в законодательстве. Только шесть экономик, в которые мы инвестируем, реально эти процедуры используют. Неофициально, конечно же, типовой закон влияет на состояние девяти юрисдикций. Третье, о чем я сегодня хотел бы поговорить, это тоже вывод нашего исследования. В большинстве стран отсутствует положение, которое касалось бы именно малых, средних предприятий и микропредприятий. По нашей оценке, только три экономики ЕБРР приняли конкретное положение на основе размера компаний с точки зрения избрания той или иной процедуры реорганизации. Предстоит еще многое сделать с точки зрения политики, с тем, чтобы настоятельно призвать законодателей подумать о микро и малых предприятиях теперь, особенно когда имеется рекомендация и руководство института по этой теме. Есть и другие важные выводы нашей оценки. Нет времени их всех упоминать, но есть также разговор о том, что нужно обеспечить большую специализацию. Судей по вопросу о несостоятельности в половине из юрисдикций, в которых мы работаем, обычные суды рассматривают дела по несостоятельности, и у судей, у представителей судов нет достаточной компетенции и специализации. И я теперь расскажу о следующих шагах, которые мы собираемся предпринять. МВФ, представитель МВФ уже говорил об этом. Действительно, есть огромный массив данных, которые касаются несостоятельности. Наша задача в ЕБРР состоит в том, чтобы самым активным образом работать с национальными властями, с тем, чтобы расширить доступ к данным о несостоятельности. Это ключевой вопрос, которым мы занимались в ходе исследований. Мы обнаружили, что только пять стран, в которых мы работаем, обладают всеобъемлющими и обновленными реестрами по несостоятельности. В десяти экономиках вообще ничего о несостоятельности не публикуется. Совершенно очевидно, предстоит еще проделать работу для того, чтобы расширить потенциал государства в этой области, экономику в этой области, и с тем, чтобы улучшить принятие решений по несостоятельности на основе конкретных данных. Мы также будем и далее работать с взаимодействием с ЮНСИТРАУ. Мы понимаем, что использование типового закона о трансграничной несостоятельности важно. Необходимо расширять информированность общественности о полезности этого типового закона и важности положения о трансграничной несостоятельности. Будем смотреть, что происходит с микропредприятиями, малыми предприятиями. Мы считаем, что такая работа имеет большое значение для дальнейшего реформирования законодательства в области несостоятельности. Благодарю вас за то, что дали мне слово и вновь поздравляю вас за всю ценную работу, которую ЮНСИТРАУ проделывает в области несостоятельности. Спасибо. Я благодарю вас. ЕБРР разработал что-то новое по сравнению с Всемирным банком и МВФ. И, конечно же, речь идет опять же о том, что все выстраивается на текстах ЮНСИТРАУ. Интересно ознакомиться с методологией ЕБРР относительно упрощения процедуры несостоятельности для микро- и малых предприятий, а также по трансграничной несостоятельности. Секретарь ЮНСИТРАУ будет пользоваться вашими результатами, вашей оценки, так же, как и по другим оценкам. Это оценка сверху вниз, но оценка снизу вверх также очень важна, поэтому как раз такие оценки представят следующие два выступающих. Это Андре Роша, межамериканский, латиноамериканский и латиноамериканская программа по несостоятельности. Кроме того, господин Роша, международный научный координатор Бразильского института по несостоятельности. В прошлой осенью была создана специальная программа по несостоятельности для Латинской Америки и группы Восьми. Евросоюз поддерживает эту программу, и я надеюсь, господин Роша нам более подробно о ней расскажет. Спасибо. Уважаемые делегаты, уважаемые наблюдатели, я благодарю вас за возможность представить программу группы Восьми, евроамериканскую программу несостоятельности и реструктуризации. Эта программа была разработана, исходя из того понимания, что мы, как страна Латинской Америки, всегда смотрим на англосаксонскую систему законодательства как модель, как типовые законы, которым мы следуем. Мы нас много учили, они как развитые страны, но мы поняли, что мы можем извлечь много уроков из своего собственного опыта. В конечном счете у нас одни и те же культурные корни и одна и та же юрисдикция, связанная с гражданским правом. И когда программа зарождалась, мы обменивались опытом и знаниями, в частности со следующим экономиками. В Америке, Бразилии, Мексико, Колумбии, Чили, в Европе, Франции, Италии, Испании, Португалии. Два континента, восемь стран. Вот так зародилась эта евроамериканская программа. Восемь недель мы встречались. Одна неделя на страну, два дня сессии по три часа. Первый день было заседание по обсуждению системы несостоятельности и привязки к руководству для законодательных органов Нью-Ситрау. Второй день мы рассматривали исторические трансграничные дела по несостоятельности по каждой стране. И как это увязано с типовым законом по трансграничной несостоятельности Нью-Ситрау. Мы проанализировали практический подход к этим делам. На каждом заседании использовались языки юрисдикции, а именно испанский, французский и португальский. В каждой из юрисдикций этой группы проект в этой области возглавлялся местным руководителем, опытным, хорошо известным в этом секторе. От Бразилии был я, от Мексики, от Колумбии, от Италии, Сиана Гуантани и Луис Голденберг от Чили, Натали Лебуше от Франции. От Испании Хосе Пахареса и Тереса Пилотро от Португалии. Другие также профессионалы и сотрудники были вовлечены в рассмотрение этих дел по трансграничной несостоятельности во второй день. Были отобраны основные дела, которые увязаны с типовым законом. Например, в Латинской Америке мы отобрали следующие. Бразилия, Ой, Телеком, Мексика, Ору, Негро и Аэромексика, Колумбия, Авианка, Чили, Латам, Эрлайн. В Европе соответствующие процедуры трансграничной несостоятельности Евросоюза мы рассмотрели по следующим делам. СЖЖ – Франция, Парамалат, Алиталия – Италия, Испания – Абенгуа и Дельфи, Португалия – Рио-Форте. Кроме того, опять же, мы пригласили все другие португалоязычные, испаноязычные, франкоязычные, италоязычные страны принять участие. Группа восьми обсудила серьезный потенциал, обменялась знаниями, профессиональным опытом. Эти учреждения согласились выступить спонсорами проекта IBAJUD – это Бразильский институт по несостоятельности, и IIDC – это Ибероамериканский институт права. С самого начала проект был представлен на секретариату Юнситрала и нашел поддержку. Я благодарю секретариату Юнситрала за то, что открыли двери к этой инициативе и что очень нам помогли. Также Международный институт Айнсол присоединился в качестве поддержки. 19 международных экспертов со стороны секретариата Юнситрау были назначены для того, чтобы проанализировать и прокомментировать каждое из заседаний нашей группы. В течение восьми недель мы успешно завершили марафон рассмотрений, который включал в себя основные восемь экономик Латинской Америки, 66 профессионалов этой области, 8 местных руководителей, 8 представителей организации – это президенты, руководители предприятий, вице-президенты и так далее. Кроме того, 19 было экспертов от Юнситрау, 32 местных выступающих, плюс 30 обычных участников. Было представлено и обсуждено 8 систем несостоятельности и были рассмотрены 11 основных дел по трансграничной несостоятельности. После 16 дней сессии в нашей группе пришло время проанализировать и обсудить наилучшие моменты этого марафона. Были проведены круглые столы на два дня, которые включали и группу Юнситрал в марте этого года. В течение этих дней Юнситрал и наши эксперты участвовали самоактивным образом в этих круглых столах. Жан-Лук Валанс, Франция, Лусио Гия, Италия, Луис Механ, Мексика, Диана Ривера, Колумбия, Томас Фелсберг, Бразилия. В течение двух дней передовая практика и основные проблемы каждой системы, применение трансграничного законодательства обсуждались, и каждая система как бы извлекла уроки, как улучшить друг друга. Итоговый шаг состоял в подготовке заключительного доклада, который подписали все руководители нашей группы. Это доклад на 100 страниц, который был подписан. В нем содержится резюме основных проанализированных тем, которые обсуждались в рамках программы. Доклад был разослан в секретариат Юнситрал на основе нашей договоренности. Надеемся, что доклад будет ценным источником информации и будущих ссылок. Поможет секретариату Юнситрал в разработке программы наращения потенциала в регионах и между регионами относительно закона о несостоятельности. Приятно отметить, что сеть, которая была создана в рамках программы и дискуссии, которые были проведены, оказались полезны для секретариата Юнситрал. В частности, в том, что касается расширения баз данных по типовому закону 1997 года, 25-летие которого мы отмечаем в этом году. Кроме того, приятно отметить от секретариата Юнситрал, что многоязычные концептуальные программы, в которых участвовали многие страны, привели к тому, что подобного рода программы будут использоваться и в других регионах секретариатом Юнситрал. Надеемся на дальнейшее взаимодействие со секретариатом Юнситрал. Благодарю вас. Благодарю вас. Действительно, программа как раз трансгранична, многоязычна, сосредоточена на продолжении диалога по несостоятельности между различными регионами, странами ЕС и странами, которые не входят в ЕС. Конкретные результаты, конкретный подход, что повышает наглядность законодательства по несостоятельности в Латинской Америке. Очень приятно, что мы поделились этим опытом, и типовой закон по трансграничной несостоятельности также используется. Программа также показала, как законодательная деятельность может лежать в основе принятия конкретных решений. Надеемся на то, что диалог, который начат в рамках этой программы Г-8, продолжится. Надеемся, что он приведет ко многим интересным совместным проектам, которые позволят нам лучше использовать законы по несостоятельности Юнситрал, недавно, в частности, принятые. Латинская Америка, Карибские бассейны. Документы по этому региону включают малые и микропредприятия. Все больше интереса к этой теме, что приведет к тому, что типовой закон будет использоваться на уровне групп предприятий. Кроме того, наверное, будут использовать облачные технологии, которые мы наработали в Юнситрал по этой теме, по всем регионам. Сеть уже позволила нам опубликовать в этом году первую облачную публикацию на испанском языке для этого региона. Благодарим региональных деятелей за вклад. И первый оратор на этой сессии, профессор Транк, это директор программы восточноевропейских исследований, восточноевропейских правовых исследований университета Киэль. Он расскажет об актуальности законов, особенно типового закона 1997 года для этого региона. Дискуссии уже ведутся научными кругами по этому проекту. И это позволило скритериату посмотреть, как работает типовой закон в разных юрисдикциях, которые представлены в этом важном проекте. Спасибо, профессор Транк, за то, что вы представите этот проект. Даю вам слово. Уважаемые делегаты, прежде всего я благодарю вас за вступление, за то, что имею честь выступить на этом важном и интересном дискуссионном форуме. Я дам вам следующую презентацию. Итак, международные законы состоятельности ЕС и третьей страны. Что дальше? Мы начали этот проект в феврале этого года, подключились ученые многих стран. Надеемся, что в 2023 году это будет закончено. Проект ориентирован на конкретную политику. Мы пытаемся разработать новые идеи относительно того, как работать совместно по несостоятельности в будущем. В принципе, это академический проект. Есть возможность у ученых высказать свои собственные мнения. Мы не выходим на какие-то совместные решения. Но можем принять разные мнения по разным вопросам в качестве итога нашей работы. Но попытаемся, по крайней мере, сформулировать некоторые согласованные рекомендации. Хотя этот проект носит исключительно научный характер, очень приятно, что в нашей группе есть несколько судей и участники из некоторых юрисдикций. Они помогают нам проводить исследования по несостоятельности. Профессор Ясница Гораджич, университет Загреба. Вы знаете его по рабочей группе 5, Юнситрал. Он координирует этот проект. Кроме того, есть консультативный комитет, который включает в себя хорошо известных ученых, имеющих разный опыт в правовой и юридической области. Проект получил официальную поддержку секретаря Юнситрална и генерального секретаря ГААКской конференции по международному частному праву. Сейчас мы начали выходить на рабочие контакты с Еврокомиссией. Ответственный за это представитель нашей комиссии. Каковы взаимосвязи между нашим проектом и работой Юнситрал? Некоторые государственные члены ЕС, но не все, конечно, приняли типовой закон о трансграничной несостоятельности. Как вы знаете, Евросоюз принял свою собственную нормативно-правовую базу. Однако, как вы знаете, в соответствии с внутренним законодательством Евросоюза, сотрудничество по несостоятельности с странами, которые не входят в Евросоюз, в принципе, находится в руках государственных членов. Некоторые страны используют типовой закон в базовом сотрудничестве со странами, которые не входят в Евросоюз, а другие применяют нормативные правила ЕС. По аналогии, третья группа стран не имеет тактифицированного подхода и отказывается в сотрудничестве в соответствии с общим подходом. Это не удовлетворяет ни кредиторов, ни должников, и особенно в контексте трансграничной реструктуризации. Многие несостоятельные предприятия имеют бизнес-связи с странами, которые не входят в ЕС, поэтому совершенно очевидно, имеется необходимость лучшего, более систематического диалога в таких глобальных ситуациях. Один из примеров – это того, что можно наладить нормальные отношения диалога и работы с странами, не входящими в ЕС. Конечно, Юнситрал – наилучший институт для организации диалога. Есть и дискуссии на уровне научных кругов совместно с Юнситрал. Это можно было бы продолжить. Но в любом случае, дискуссии без интенсивного диалога не приведут к искомым результатам. Мы попытались начать такого рода диалог. Конечно, как я уже сказал, Юнситрал – наилучшая институциональная площадка для организации такого диалога. Но и научный диалог может иметь какую-то ценность. По крайней мере, может внести дальнейший вклад в работу Юнситрал. Очень приятно, что секретариат Юнситрал разделяет это мнение и поддерживает наш проект. Что будет дальше? Чем будем заниматься? Наша исследовательская группа включает 45 участников со всех континентов. Мы приветствуем новых членов, в частности, из стран, которые пока еще недостаточно представлены. Я недавно представил этот проект на лондонском конгрессе международной организации INSOL. Некоторые дополнительные участники присоединились к нашей группе. В нашем проекте мы поставили крайний срок, конец октября этого года. Чтобы представлялись неофициальные документы, мы их обсудим в исследовательской группе и опубликуем в 2023 году. Таким образом, базовый итог этого проекта будет состоять в публикации. Однако мы будем и далее содействовать процессу дискуссии в исследовательской группе. И вот недавно мы провели у себя первый научно-практический семинар. Он позволяет спланировать более крупные конференции для проведения более подробных дискуссий. Представители заинтересованных организаций всегда могут принять участие в нашей работе. Нам всегда радостно приветствовать их в участии в нашей работе. Мы должны продолжать поддерживать этот интерес. Нам нужны новые идеи. Можем организовать образовательные мероприятия. И будем весьма и весьма рады, если Юнситрал в этом также заинтересуется. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас. Действительно, это может помочь реформе в Европе и не только. Это позволит улучшить взаимоотношения между странами Евросоюза и странами, которые не входят в Евросоюз. Я хотел бы выразить признательность участникам за то, что нашли опыт, поделились своим опытом, знаниями, потратили время на подготовку. Это заседание показывает разные возможности секретариата по налаживанию диалога в рамках типового закона о несостоятельности. Это позволяет секретариату расширять информированность о законах, о текстах Юнситрал. Я подхожу таким образом к следующей сессии. Модератором выступит еще один представитель секретариата, который также занимается тематикой несостоятельности. Это Бенджамин Харисет. Благодарю вас, Самира, имею честь представить группу обсуждений о необходимости достаточных ресурсов для Юнситрал на цель использования этих текстов. Я хотел бы подчеркнуть, что ресурсы очень важны, и они необходимы для того, чтобы обеспечить широкое распространение текстов Юнситрал, даже чтобы максимизировать их воздействие на итоговых пользователей. Кто эти окончательные, конечные пользователи? Это государства, которые включают эти тексты, и судьи, и компании, которых на ежедневной основе используют. Хотел бы представить мою коллегу, госпожу Аттилу Коминдр, главу регионального центра Юнситрал по Азии и Тихому океану. Она представит последние примеры использования текстов Юнситрала по несостоятельности в АТР. Там, как мы видим, серьезный в последние десятилетия экономический рост, но и экономические кризисы. Поэтому региональный центр, который она представляет, взаимодействует с различными институтами самым активным образом для проведения реформы в секторе права о несостоятельности. Вам слово. Благодарю вас, Бенджамин. Я вас всех приветствую. В 2022 году мы отмечаем 25-летие типового закона и 10-летие регионального центра по АТР Юнситрал. С момента создания центра Юнситрал расширяет свою техническую деятельность в ООН и на региональных языках. И в Азии и Тихом океане был принят по крайней мере один документ Юнситрал, который включает электронную торговлю, урегулирование споров и согласование. Инструменты по несостоятельности Юнситрал – это в связи с пандемией очень популярные вопросы. Региональный центр объединяет эту работу по различным направлениям, но для кратко скажу о трех категориях. Первое – партнерство. Многие участвуют в реформах по законам несостоятельности в части группы Всемирного банка, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития. И Международный институт по несостоятельности, Азиатский институт права. Укрепление партнерства является чрезвычайно важным в части тогда, когда ограниченные ресурсы Юнситрал и партнеров задействованы в этом. И тексты по несостоятельности Юнситрал продвигают наши партнеры, используя наши руководящие материалы. Например, этой весной официальные лица Вьетнама пригласили секретариат организовать семинар по подготовке кадров по трех категориях. Юнситрал провел семинар на полдня с заинтересованными сторонами. Сравнив нынешний режим в Вьетнаме с работой Юнситрал, региональный центр также сотрудничает с партнерами для проведения региональных конференций по продвижению документов Юнситрал. Например, в ноябре прошлого года региональный центр совместно с Гонконгским департаментом юстиции при поддержке банка организовал 4-й Азиатско-Тихоокеанский юридический саммит. Это важное ежегодное мероприятие по укреплению потенциала в области несостоятельности, объединив 800 судей, специалистов, практиков от Армении, Бангладеша до Непала и Папуана и Гюнея. На встрече прошлого года обсуждались новые механизмы сотрудничества, которые были подготовлены Гонконгским департаментом и Верховным судом Китая, что позволяет ликвидарным из Гонконга применять в судах на континенте основные процедуры. Официальные источники указали, что у механизмов включены определенные принципы, которые идут шире типового закона и включают конкретные потребности в юрисдикции. Эти инструменты могут быть использованы гибко, и в этом их основная цель. В сентябре региональный центр также провел деловой форум с Министерством мстиции Кореи. Одна из групп занималась новыми рекомендациями по несостоятельности микро- и малых предприятий Юнситрал. В мероприятии участвовало 430 представителей от правительств деловых кругов из 72 юрисдикций в Азии и Тихом океане. Второй путь того, как региональный центр оказывает поддержку, это программы субрегиональной динамики и нахождение основных центров по вопросам реструкции и несостоятельности. Роль основных факторов в этой реформе по региону имеет огромное значение. По нашему опыту, принятие текста Министерства в одной стране или в группе стран, которые имеют одни и те же культурно-исторические корни, правовые традиции, тот же язык или такую же модель экономического развития, дает эффект домино для других стран этого же группы. Третье и последнее направление указывает на то, как региональный центр работает с юрисдикциями по учету индивидуальных потребностей. Например, в Индии центр работает с экспертами и институтами, такими как Национальным комитетом Юнситрау в Индии, Советом по несостоятельности и банкротствам в Индии и университетами права, такими как GNLU и NLUD в продвижении документов по несостоятельности Юнситрау. Совместно организуются региональные конференции, проводятся лекции под эгидой Юнситрал в Азии и Тихом океане в день научной работы по этому вопросу. Это позволит согласовывать такие документы, как документы Юнситрал, включая использование их, например, в апелляционных трибуналах и в мерах, которые принимаются, например, Индии в вопросах несостоятельности. Два последних примера – это Таиланд и Монголия. По просьбе региональный центр провел ряд встреч с тайскими учреждениями для обсуждения работы по использованию инструментов Юнситрал, включая несостоятельность. Это дает учреждение возможность рассказать секретариат о том, как рекомендации руководства по несостоятельности Юнситрал, включая недавно добавленную часть 5 по несостоятельности микро и малых предприятий, применяются в рамках национальных реформ. В том, что касается трансграничных аспектов несостоятельности, секретариат Юнситрал заинтересованными учреждениями обсудил вопросы, связанные с углублением понимания этих вопросов среди политиков, судей, практиков, типовых законов Юнситрала в области несостоятельности. Монголия, еще одна не имеющая выхода к морю, развивающаяся страна в регионе, сталкивается с особыми проблемами в области правовых реформ. В декабре секретариат Юнситрала пригласили представить информацию о законодательных рекомендациях по несостоятельности микро и малых предприятий на конференции, которую проводило Министерство Юстиции и Внутренний дел Монголии. На конференции рассматривались практические проблемы и препятствия в осуществлении реформ в этой юрисдикции. Это было возможностью представить передовую практику различных юрисдикций международных организаций. Замечания, высказанные в ходе конференции, будут включены в пакет реформ, которые будут в рекомендациях представлены правительством. Вот основные положения моего презентации. Благодарю вас. А теперь мы выслушаем судей, которые занимаются вопросами обмена опытом судьями во всем мире. Госпожа Николета Анастазия. Она была юристом, а потом в 18 лет была специальным судьей, занимающейся вопросами предприятий в Румынии. В этом качестве она участвовала в многих инициативах по содействию коммуникациям и сотрудничеству с судами в контексте процессовой несостоятельности. Конечно же, подгиды ЮНСИТРАЛ, ну и также ЮНСО, Евросоюзы и Международного института несостоятельности. Это вопрос темы, который сейчас готовится для диссертации в университете Майореско в Бухаресте. Какие уроки вы извлекли и как можно улучшить последствия этих инициатив для работы с судей на местах, в частности, в некоторых юрисдикциях общего права? Благодарю вас. Благодарю вас. Игорь НСИТРАЛ и механизмов как основных направлений работы по вопросам несостоятельности и выскажу некоторые соображения относительно перспективы на будущее. Начну с основного замечания. Полное согласование законов несостоятельности и их унификация не является реальной возможностью, поскольку здесь потребуются значительные практические и идеологические компромиссы. И совпадение правовых систем. И этого трудно достичь, поскольку есть очень много различий в национальных правовых системах. Однако в контексте международной эволюции юрисдикции основные аспекты судебной системы это специализация судей, судебные процессы, предсказуемость применения процедуры и права, часть общей тенденции. Бизнес все более глобально взаимозависим. И сегодняшняя реальность ставит перед судьями новые задачи и новые перспективы. Я не думаю, что есть реальная граница в судебных системах гражданского права и прецедентного, общего права. И судьи должны действовать творчески по разработке этого. В моих исследованиях для подготовки и диссертации о трансграничном сотрудничестве по несостоятельности один из вопросов стоит в том, как продвигать инструменты мягкого права институтрала, учитывая практику национальных систем. Прежде всего, еще это инициатива группы Всемирного банка. Этот проект, начатый в 2021 году, имеет большое значение для судебных систем во всем мире, поскольку подготовка судебных кадров особенно важна для сложных международных дел. В то же время, судьи должны встречаться с их коллегами в других юрисдикциях, где это возможно, с тем, чтобы обмениваться профессиональным опытом и практическими навыками. В рамках судебных программ по подготовке институтра эти навыки укрепляются. На пленарных сессиях рассматриваются вопросы ежедневных судебных деятельностей. Также участники обсуждают конкретные дела. И это обсуждение дает хорошую возможность привлечь внимание к международному сотрудничеству. Как судья гражданского права, который принял участие в 40 международных программах, могу сказать, что этот проект особенно важен, поскольку позволяет объединять судьи как системы гражданского права, так и прецедентного права. И это является основой будущего сотрудничества. Судьи встречаются, и в рамках такой программы создается механизм международной платформы для судебных контактов. Устанавливается сеть судей, занимающихся вопросами несостоятельности. Второе. Первое издание свода типовых решений институтра по типовому закону институтра о трансгеничной состоятельности 2021 года позволяет использовать эти документы. Это содействует единообразному применению этих законов судьями одной и той же юрисдикции. В отсутствии внутренних национальных рекомендаций суды могут использовать это, применяя практику иностранных судов. Сборник и судебная практика являются важным источником информации, в частности, в типовых законах, разрабатываемых в рамках клаута, правовых текстов институтра. Какова судебная перспектива и практический подход в решении этих вопросов? И что этот прагматический подход означает для судебной системы? Я имею в виду судей, которые рассматривают каждое дело отдельно. Когда этот судья гибок и творчески подходит к судебным решениям. С другой стороны, роль судебной системы не ограничивается лишь принятием конкретных решений. В определенных обстоятельствах, когда существует практика законов не совсем ясны, судебные органы могут выступать как нормотворческие органы, поскольку это является отражением толкования лучшей юридической практики. На практике тексты юнситрала в судебной работе являются сложной работой, поскольку часто тексты не приводятся на другие языка. И поэтому здесь особенно нужна помощь юнситрал. Я полагаю, что типовые законы юнситрал и пособия по их осуществлению должны переводиться на многие национальные языки. И заинтересованные стороны, практики и судьи должны иметь к этому доступ. Что касается Евросоюза, я думаю, что в сотрудничестве с Европейской комиссией можно перевести по крайней мере некоторые тексты юнситрала и представить их общественности в государстве-членах Евросоюза. И это позволит продвигать их национальным властям. В том, что касается румынских судей в Министерстве юстиции или в Национальном институте магистратуры. Это будет важным шагом для европейских законодателей о том, чтобы согласовать предложение юнситрал в свете положения Евросоюза 2015 года о процедуре несостоятельности. Я считаю, что деятельность юнситрал чрезвычайно важна для работы в области несостоятельности. Это предлагает судьям активно укреплять культуру доверия и предсказуемости. И я благодарю всех вас и желаю вам всего наилучшего. Благодарю вас. Модератор, благодарю вас за ваше представление. А теперь третий и последний наш оратор Сэр Алистер Норрис. Он тоже был судьей 18 лет в странах прецедентного права, в Соединенном Королевстве. Вы участвовали во многих делах, связанных с международной несостоятельностью. Также вы были председателем комитета по несостоятельности. Вы участвовали в работе по подготовке и привлечении внимания судей. И кроме принятия единообразных норм по несостоятельности, задача состоит в том, чтобы создать экосистему, которая позволит судьям конкретно применять эти законы и как такая экосистема может быть создана. Для меня большая честь выступать сегодня перед вами. Я хочу коротко коснуться моего собственного опыта. Основные документы, такие как типовой закон о трансграничной несостоятельности и руководство для применения и толкования 2013 года касается, прежде всего, политиков и законодателей. Задача стоит в том, чтобы принять глобальные рамки. В самой преамбуле говорится, что среди ее целей задача больше юридической ясности для торговли и инвестиций. Ясность означает предсказуемость результата. На недавней конференции, в которой я принял участие, опросник делегатов показал, что 46% участников считают, что успешная организация – это один из важнейших факторов в выборе юрисдикции и права. предсказуемость результата требует единообразного толкования и единообразного применения соответствующего закона. Как сказал один из выступающих на конференции, лишь сам факт того, что закон есть, это не означает, что будет создана целая коммерческая правовая система. А другой говорил, что вам нужна экосистема, а не закон. И ЮНСИТРАУ стремится создать такую экосистему, поддерживая рекомендованные законы четырьмя способами. Первый в разработке экосистемы – это обеспечение того, чтобы судьи действительно понимали законы. Это программа укрепления судебного потенциала. Типовой закон часто представляется в контексте широкой модернизации национальных законов несостоятельности. Важно, чтобы судьи могли понять всю структуру. Такая работа по подготовке кадров и укреплению потенциала часто проводится в партнерстве с другими организациями. Я недавно участвовал в судебной подготовке в Индии, Малави, Маврикии, Замбии и в восточной части Карибского бассейна. За прошедшие годы это обучение проходило в интернете, через цифровые платформы, что ограничивает эти курсы и их последствия. Участников отбирают в рамках основных концепций по несостоятельности, в практическом применении концепций и по возможным сценариям, которые анализируют юристы и бухгалтера. А затем это касается самого типового закона. Одна из результативных техник – это игровая структура, когда группы судей играют роль заинтересованных сторон, с тем, чтобы посмотреть, в чем интерес той или иной группы и как они затронуты процессом несостоятельности или реструктуризации. Конечно же, в цифровом формате это сделать трудно. Второе в экосистеме – это накопление знаний, которые доступны для действующих судей в отношении как толкования типового закона, так и практики и процедур. Здесь Юнситрал дает два полезных инструмента. Первый из них – это юридическая база данных дел. Дел – это дела по текстам Юнситрала, клауд. В основном это зависит от индивидуальных судей, которые предполагают, какие вопросы включать. В этом году я загрузил полезные решения, цель которых – продемонстрировать, что в том или ином случае есть возможность обосновать решения без того, чтобы писать докторские диссертации. Одним из последствий является то, что база данных накопилась без какой-то структуры. Сейчас же она дополнена сборником по прецедентному праву по текстам Юнситра, опубликованным в 2021-2022 году. И судья Анастазия об этом уже сказала. И я думаю, что это позволит улучшить доступ. Второй инструмент – это недавно обновленная судебная перспектива. Это документ, написанный судьями и для судей. Там содержится анализ правовых вопросов и советы по практическим соображениям. В Англии и Уэльсе, в Соединенных Штатах и Сингапуре этот документ используется в принятии решений. В этом году я с другими судьями занимался обновлением его с учетом включения европейских и английских дел. Третий способ создания экосистемы – это обмен опытом. При очных встречах мы только что завершили судебный круглый стол в Лондоне с автором которого и соорганизатором Буэнситрау. Коллоквиум в этом году проходил по приглашениям. Там углубленно рассматривались сложные вопросы, с которыми сталкиваются судьи, которые занимаются вопросами несостоятельности и реструктуризации. Такой коллоквиум прошел в 2022 году. 30 судей обсуждали вопросы справедливости в реструктуризации, групповой несостоятельности, недавний закон Евросоюза и типовой закон Юситрала об групповой несостоятельности предприятий, признание частного международного права в юрисдикциях, не применяющих типовые законы, и вопросы криптовалют. Особенно приятно ответить, что многие судьи из юрисдикции гражданского права приняли приглашение и участвовали в дискуссии. Следующий коллоквиум будет открытым. Там будут рассматриваться многие общие вопросы, и там будет представлен более широкий круг судей. Четвертое средство создания экосистемы для того, чтобы выполнять эти законы – это совместное рассмотрение тех или иных вопросов. В октябре 2021 года прошел первый судебный семинар Юситрала Всемирного банка. Судья Анастазия об этом уже говорила, и было приятно работать там с ней. На этом семинаре рассматривались вопросы до процедуры несостоятельности и вопрос о размерах имущественной массы, которая будет распределяться между территориями. 27 октября прошла дискуссия 120 участников, представляющих Африку, Азию, Тихоокеанский регион. И на следующий день были представители из других стран мира. Было много представителей от юрисдикций Северной Африки и Ближнего Востока, что принесло исламскую перспективу, исламские взгляды в эту дискуссию. Вот четыре направления того, как Юнситра стремится обеспечить предсказуемость в юрисдикциях. И я признателен за возможность участвовать в каждой из этих программ. Благодарю вас. Благодарю вас. В качестве вывода, и чтобы найти время, я хочу поблагодарить наших докладчиков, которые согласились поделиться с нами опытом. Именно благодаря этим контактам тексты Юнситрала имеют практические последствия и полезности. И это было большое удовольствие работать в секретариате над подготовкой текстов в рамках рабочей группы, которая занимается практическими рекомендациями, принимаемыми Юнситралом. Мы благодарим вас за ваше внимание. И я передаю слово моему коллеге Каролине Николасу для третьего этапа этой сессии. Благодарю вас. Благодарю вас. Доброе утро, добрый день всем. Последняя часть нашей дискуссии позволит нам поговорить о уроках. Мы выслушаем двух высококвалифицированных представителей. Первая госпожа Самали Кинги. Она юрисконсульт Афросимбанка. И также моя коллега Жозе Астреофария. Это главный юридический сотрудник законодательного отделения Юнситрала. И я, как руководитель отдела технической помощи секретариата Юнситрала, хочу высказать несколько соображений, выслушав интересных ораторов на двух предыдущих этапах этой групповой дискуссии. И мы проводили обсуждения по этим важным вопросам. Я делал записи. Первое, что критически важно, это то, насколько важен режим несостоятельности. Часто говорят, что это очень ограниченная область. Но, как мы слышали от Всемирного банка, МВФ и БРА, и также от наших докладчиков-судей, речь идет не только об оценке экономического климата в целом, что является сложными вопросами, но и в целом в отношении макроэкономических последствий этого режима, вопросов грузозадолженности и в целом поддержки экономического роста. И это один из первых уроков рассмотрения вопроса несостоятельности. Хочу сказать, что все тексты Юнситрала ставят задачу иметь хорошие экономические последствия. Второй вывод, который тоже критически важен, это использование текста Юнситрала на практике. Мы все знаем, что согласование международного торгового права и коммерческих вопросов в контексте Юнситрала – это не просто принятие хороших технических текстов. Их нужно применять, применять на практике, то есть внедрять и использовать в коммерческих сделках. И как мы только что слышали, единообразный или максимально близко к единообразному толкованию имеет большое значение. И здесь возникает ряд вопросов о координации. Поэтому очень приятно было услышать от различных учреждений о том, как используются тексты несостоятельности Юнситрала, например, по стандартам RCI, в ЭБРД, в МБРР, в том, что касается национальных законов по реструктуризации и несостоятельности, и практики. Это важно, поскольку практические аспекты согласования – это то, чтобы в странах было последовательной и единообразные советы от международных доноров и учреждений. И, как вы знаете, это не всегда так. И отрадно отметить, что большой прогресс достигнут в этой области не только в рамках подхода сверху вниз, но и подхода с мест. Это программа G8 и проект академических исследований в политическом контексте, о чём говорил профессор Транк. Они говорили о важности обучения трансграничных контактов в странах, в которых есть общий контекст и различия, когда они делятся опытом в работе национальных и международных экспертов. Но это включает и политиков, экспертов, учёных и тех, кто участвует в вопросах несостоятельности. И именно обмен опытом на этом уровне позволит нам, Юнситралу, осуществлять переход от политики к практике, к правовым реформам. Именно так эти документы будут эффективными. И это важные результаты и выводы, которые я делаю из этих двух сессий. В ходе второго этапа поднимался важный вопрос о координации и задействовании всегда ограниченных ресурсов. Каждое учреждение и каждый представленный здесь играет важную роль, но в целом каждый из них незначительный, поэтому координация чрезвычайно важна. Мы также слышали о том, как интерес, который существует в Азии, координируется региональным центром, и как важно использовать региональную динамику, региональные группы для того, чтобы интерес был более устойчивым. Действительно, те государственные члены, которые сегодня участвуют, знают, что мы в секретариате отчитываемся перед комиссией в докладе о технической помощи и взаимодействии. Работа в рамках партнерства, конечно же, более эффективна, более результативна и более устойчива с точки зрения достижения результатов. Секретариат многого в этом смысле добился. Большая часть нашей деятельности в этой области идет по линии таких партнерских связей. Мы видели и слышали об опыте различных организаций в гармонизации бизнес-законодательства в Африке, как рекомендации ЮНИСИТРАЛ и типовой закон используются в трансграничной несостоятельности в этом регионе. 17 государственных членов участвуют в этой региональной инициативе, и мы видим, как она реально может поддержать активизацию эффективности ЮНИСИТРАЛ. Теперь перейду к концепции правового сотрудничества наращивания потенциала. В ходе второй сессии как раз этот момент был подчеркнут. Важность трансграничного сотрудничества наращивания потенциала как никогда важна. Мы сейчас соформируем надлежащую среду для подготовки сотрудников, и мы, конечно же, должны взаимодействовать, понимать функции друг друга. И последний наш оратор, Эластер Норрис, судья из Соединенного Креста, об этом также говорил. Мы видим, что наша работа – это работа в постоянном развитии. Есть недопонимания в разных системах в связи с разными терминами, разной терминологией и положениями. Конечно, в этой связи сотрудничество наращивания потенциала имеет большое значение. И роль ЮНСИТРАЛ здесь состоит в том, чтобы предоставлять конкретные дела, конкретные комментарии к тому или иному закону или правовой практике. Хорошо, что судьи вносят свой вклад в клауд. Это многоязычный ресурс, и это очень важно и необычно, на самом деле, для базы данных. Хорошо, что есть специальные дни ЮНСИТРАЛ в АТР, в Латинской Америке, в Корейском бассейне, и впервые в этом году в Африке. Мы действительно призываем университеты, институты помогать нам обновлять эту систему клауд, делать ее более молодой. Прежде чем я предоставлю слово последнему нашему панелисту, я хотел бы увязать все то, что я сказал, с важностью связи трансграничной работы, а также текстов по несостоятельности и других текстов. И связи между нами в целом. Очень важно связываться через границы, через континенты, через страны, через системы. Это приятно и важно. И приветствую примеры, которые мы слышали от Румынии, Соединенного Королевства, от других участников, которые представляют национальные и международные системы. Я надеюсь, что этот многоязычный межконтинентальный опыт будет распространен на другие темы ЮНСИТРАУ. В общем, важно, что Соединенное Королевство к этому сейчас стремится. Я сейчас смотрю на другие языковые системы, не только на шесть официальных языков ООН. И мы видим, что Содружество Португалоязычных государств приступило к инициативе. И, по-моему, кто-то говорил, что очень важно готовить материалы на национальных языках. Конечно, у ЮНСИТРАУ ресурсов нет. И индивидуально эта работа, наверное, проделываться не может. Но важно, чтобы коллективно она была проделана. Поэтому я предстоятельно призываю тех, кто оказывает техническую помощь, этим заняться. И спасибо за то, что вы поделились очень важными аспектами. Это мне дает большую пищу для размышлений относительно того, как дальше выстраивать программу технической помощи ЮНСИТРАУ. На этом я завершу и предоставлю слово первому оратору. Сомали Кинги, советник в Афрексимбанк, работала в других банковских институтах Австралии и Соединенного Королевства, расскажет о трансграничном взаимодействии и изучении уроков друг друга. Госпожа Кинги, прошу вас, вам слово. Спасибо за то, что вы сегодня с нами. Добрый день. Очень приятно здесь сегодня находиться. Я благодарю ЮНСИТРАУ за приглашение принять участие в этой работе. Я представляю Африканский экспортно-импортный банк. Это многосторонний банк развития, который создан правительственными африканских государств для поддержания торговли и развития. В настоящее время в наши ряды входит 51 государство из Африки. Я сегодня расскажу о состоянии реформы в области несостоятельности в Африке. Африка – это разнообразный континент, куда входит 55 стран. Поэтому очень сложно выходить на какие-то общие позиции. Однако я попытаюсь ключевые темы обозначить на общем уровне. Прежде всего, говоря об Африке, важно понять, что реформа несостоятельности – непростой вопрос. Сейчас, когда мы отмечаем 25-летие с момента принятия типового закона ЮНСИТРАУ по трансграничной несостоятельности, мы должны признать огромный вклад типового закона в столь сложной области знаний. Реформа несостоятельности обычно зарождается из финансового кризиса или интеграции рынков. Действительно, гармонизация таких норм на глобальном уровне началась лишь в 90-е годы. Десятилетия, когда мы стали свидетелями роста глобализации, а также азиатского финансового кризиса. Комбинация более связанных рынков и возникновение экономических проблем имеет потенциал для финансовой нестабильности как на национальном, так и международном уровнях. Формирование рамочных возможностей для достижения более эффективной, незатратной процедуры трансграничной несостоятельности всегда рассматривается как средство смягчения подобного рода риска. В связи с этим Африка представляет собой интересный пример для исследования. Из 51 государства, которые приняли типовой закон в целом, 25, приблизительно половина, находятся в Африке. Это интересно, поскольку, когда мы говорим о глобально интегрированных рынках в качестве движителя реформы в области несостоятельности, Африка, должны мы отметить, на самом деле единственный континент, который меньше всего торгует внутри себя. Существенная активизация типового закона в Африке связана с инновационным подходом, который избрали 17, главным образом, франкоязычных стран в Западной Африке. Они создали организацию ОХААДА. На французском языке это организация гармонизации торгового права в Африке. В 2015 году эта организация осуществила переход на единообразный закон о несостоятельности, таким образом подменив существовавшие разные законы государств-членов. Эта организация, таким образом, это единообразное толкование включила во внутренние системы всех государств-членов. Такой подход предшествовал созданию новой процедуры несостоятельности во всех соответствующих юрисдикциях. И главным образом речь шла о трансграничных вопросах. Что важно, единообразная реформа ОХАДА во главу угла поставила типовой закон Юнситралы. Хотя государства-члены ОХАДА имеют общий язык, это французский язык, их правовая система также имеет одинаковые исторические корни. Но не обязательно, потому что членство в этой организации было открыто другим африканским странам. Таким образом, организация представляет собой полезный образец того, что можно сделать с точки зрения реформирования права тогда, когда имеется политическая воля. Большие подвижки этой организации в утверждении типового закона имеют большое значение в контексте африканского континентальной зоны свободной торговли. Эта зона свободной торговли – историческая, панафриканское соглашение, которое снимает тарифы и нетарифные барьеры на пути торговли и создает общий рынок более миллиарда человек. Это серьезный шаг, который вызывает большую надежду на успех и на создание более процветающей Африки. Такая межафриканская активная торговля приведет к экономической интеграции и большей трансграничной деятельности. Успешное осуществление зоны свободной торговли в Африке лишь выиграет за счет общего подхода к трансграничной несостоятельности и реорганизации ведения дел. Как я уже говорил, Африка в принципе может похвастаться принятием типового закона, но были и ключевые проблемы, связанные с более широким проведением реформы права несостоятельности. В связи с стигматизацией, самой темой несостоятельности региальная интеграция автоматически не приводит к гармонизированному подходу к трансграничной несостоятельности. Возьмем пример восточно-африканского сообщества. Оно было создано в 1967 году. Это старейшее экономическое сообщество Африки, куда входит сейчас семь членов. Восточно-африканское сообщество имеет свой собственный региональный парламент, регулярно рассматриваются вопросы гармонизации, иммиграционного права, таможенного права, банковского права. А права несостоятельности, как мы можем отметить, сюда не входят. Это связано со стигматизацией самой тематики несостоятельности. Зачастую несостоятельность связана в Африке с ликвидацией. Во многих юрисдикциях концепция несостоятельности для спасения компании не укоренена. В результате многие режимы несостоятельности, трансграничные или нет, используются, когда компания уже не жизнеспособна, нет других альтернатив. Многие заинтересованные стороны предпочитают лучше судебное разбирательство или судебное решение, а не процедуру несостоятельности. Кроме того, сейчас ведутся разговоры относительно того, что не так уж много в рамках процедуры несостоятельности было спасено компанией-корпорацией. Пример – это южноафриканские авиалинии, кенийские авиалинии, Eric Air. Это были стратегические компании, и они получали существенную правительственную поддержку. Но есть и хорошие примеры, которые демонстрируют, как решать проблемы компаний в стрессовых ситуациях. Но, к сожалению, есть изолированные и плохие примеры. Предстоит еще многое сделать для того, чтобы бороться с стигматизацией процесса несостоятельности. И следует продемонстрировать, как этот процесс может привести, наоборот, к лучшим результатам для компании, несмотря на их размеры и наличие или отсутствие правительственной поддержки. Африканская континентальная зона для свободной торговли представляет как раз своевременная возможность перевести эти дискуссии о несостоятельности организации бизнес-деятельности в контекст африканского экономического развития. И в заключении могу сказать, что Африка представляет собой уникальный пример континента, который преисполнен решимости двигаться вперед к большей экономической интеграции на макро уровне за счет создания зоны свободной торговли в Африке. Однако, более серьезная экономическая интеграция автоматически не приводит к созданию более совершенных систем несостоятельности. Однако, как демонстрирует организация, гармонизация торгового права в Африке, есть возможность поменять эту ситуацию, если есть политическая воля. Мы хотели бы, как региональный институт, работать с ЮНСИТРАУ, правительственными и другими учреждениями, МФУ в частности, для того, чтобы добиться этой цели. Спасибо. Благодарю вас, госпожа Кинги. Очень интересно вы рассказали две вещи, которые мне показались важными. Концепция стигматизации несостоятельности. Своевременное напоминание, и об этом, по-моему, говорил судья Норрис также, что речь идет не только о правоведах, но и о бизнесах, бухгалтерах и так далее. Также важна концепция политической воли. Во многих случаях это действительно политический вопрос. И еще, что было интересно в вашем выступлении, концепция истории успеха. Зачастую доноры задают вопрос, мы платим за эти реформы, а где результат? Нет эмпирических данных. А вот эти истории успеха показывают, что могут быть достигнуты результаты, которые могут помочь странам получить необходимые инвестиции для проведения правовых реформ, которые будут способствовать и гражданам, и компаниям. Спасибо за то, что предоставили прекрасную пищу для размышлений. А теперь переходим к последнему на сегодня выступающему. Это мой коллега, представитель правового отдела инфитрал Жозе Анджело Стрея Фария. Он расскажет о более тесной увязке законодательной и незаконодательной работы. Прошу вас. Спасибо. Благодарю вас, Кэролайн. Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем участникам. Я полагаю, что мы все согласны с тем, что предыдущие ораторы дали нам прекрасное понимание, какие инструменты имеются для продвижения типового закона и ресурса, и наращивания потенциала, которые с этим связаны. Теперь хотел бы сказать о том, как законодательные стандарты связаны с незаконодательной деятельностью. Опыт незаконодательных мероприятий обсуждался на 54-й сессии инфитрал. Мы уже говорили об этом. Необходимо повышать стандарты понимания текстов инфитрал, знания текстов, понимания межправительственных процессов, компромиссов, на которые следует идти по этим текстам, а также выборов, которые по каждому проекту существуют. Такие знания необходимы на всех этапах и во всех различных типах технического сотрудничества и незаконодательной деятельности. Например, это необходимо для формулирования инструментов диагностики несостоятельности, которые используют, например, международные финансовые учреждения, а также те организации, которые используют тексты в области несостоятельности инфитрал в качестве базы для финансового сектора, для обеспечения прав кредиторов и должников. Мы уже слышали об этом из уст группы Всемирного банка МВФ ЕБРР. Такие знания необходимы для выявления потребностей и пробелов в реформе законодательства по несостоятельности по всему миру. Например, группа 8, инициатива, о которой говорил Андрей Роша, и секретариат инфитрал поддерживает. Эти программы позволяют выявить потребности и пробелы в наращении потенциала на местном уровне. Знание текстов инфитрал также имеет огромное значение для формирования деятельности. Например, Азиатский банк развития использует и типовые законы руководства в своих двусторонних программах помощи. Например, не только Азиатский банк, но и Министерство торговли США использует в программах развития и в странах Залиева, в результате чего соответствующее законодательство о несостоятельности было принято в Бахрейне, Иордании, Марокко. Также по этой теме работал Дубайский международный финансовый центр в ОАЭ. И, как ожидается, Саудовская Аравия также к этому присоединится. Наконец, знание текстов инфитрал полезное для мониторинга, оценки и планирования будущих мероприятий. Например, мы слышали от представительницы ЕБРР, что они планируют расширить показатели оценки трансграничной несостоятельности и несостоятельности малых и средних предприятий на основе текстов Юнситрал. В результате диалога с законодательными мероприятиями Юнситрал партнёры Юнситрал сейчас получают из первых рук знания и готовы с первого дня оказывать техническую помощь на основе текстов Юнситрал. Это гарантирует эффективное использование ограниченных ресурсов и для секретариата Юнситрал и для партнёров, а также это позволяет довести чёткий сигнал до получателей помощи, чтобы належащим образом эти типовые законы были внедрены в внутреннюю систему. Также знания конкретных систем позволяют нам понять лучше, что делать дальше. Об этом говорил Алистер Норрис. Это позволяет нам улучшать техническое сотрудничество и взаимодействие, обновлять программы помощи. Кроме того, то, что делает профессор Транк и Караджидж, это также ляжет в основу нашей дальнейшей деятельности Юнситрал. Законодательные тексты Юнситрал и руководство имеются на шести официальных языках ООН. Это ресурсы в вашем распоряжении, которые вы можете использовать для реформы закона о несостоятельности и наращивания потенциала, кроме, вернее, практического руководства. Материалы включают руководство по внедрению типовых законов для судей, специальная база данных Клауд, которая включает целый ряд материалов, дайджест 2021 года по типовым законам на шести языках, руководство и записка по консолидированным текстам. Цель продемонстрировать политикам и правовикам то, как типовые законы могут взаимодействовать, как их осуществлять совместно и в дополнении к тексту 1997 года. Расскажу несколько вещей о Клауд. Поскольку эта деятельность как-то связана и законодательная, и незаконодательная, рабочая группа призвала, когда утвердила поправки в апреле, расширить географический спектр выписок или указаний из конкретных дел по несостоятельности. Так появилась система Клауд, и сейчас она находится в процессе перехода. Я хотел бы поблагодарить национальных корреспондентов, которые работали в прошлом году и которые присоединились к нам сейчас. И действительно, идеально, чтобы все государственные члены, которые используют типовой закон, назначали таких так называемых национальных корреспондентов, которые нам бы докладывали. Без них очень сложно обеспечить разнообразие правовой практики. Хотел бы отметить, что группа восьми, которая здесь выступала, самым активным образом в этом задействовала, представляет свои дела. По четырем государствам Латинской Америки, Бразилии, Чилии, Колумбии и Мексики. Например, Мексика стала первой страной, которая внедрила типовой закон и вместе с тем не предоставила никаких дел конкретных в систему Клауд в связи с языковым барьером. Но группа восьми нам поможет решить эту проблему. Как вы видите, есть взаимосвязь между формированием правил технической помощи. Одно поддерживает другое. Секретариат Юнситрал стоит в центре формирования этой взаимосвязи. Но работе помогают и другие. Например, делегации государств рабочей группы 5. Например, признательные нынешним и бывшим делегатам Италии, Франции, Мексики, Испании, Швейцарии рабочей группы 5. И также наблюдателям рабочей группы от приглашенных НПО, которые отреагировали на наш призыв присоединиться к программе «Восьмерки», внести вклад в их сессии на их языках, а также донести до них понимание Юнситрал о трансграничной нестоятельности. В заключении, хотел бы подчеркнуть очень важную роль технической помощи для распространения и осуществления текстов Юнситрал. Как мы все знаем, без реального внедрения этих текстов усилия международного сообщества по их подготовке окажутся неэффективными. Спасибо. Благодарю вас, Жозе Анджелу, за то, что добавили к тому, что говорили наши предыдущие ораторы. Вы на этом дали очень важный своего рода вывод, взаимосвязь между разными аспектами нашей работы. А также вы сказали о важности активного участия для того, чтобы сформировать тексты на основе передового опыта. Это очень хорошо резюмирует то, о чем мы сегодня вообще говорили. Я признательно работе отдела по технической помощи Юнситрал. Вы как раз очень четко высветили то, о чем говорили предыдущие ораторы. Мы, в частности, сказали о важности реформы в области несостоятельности в рамках соглашения о свободной торговле в регионах, о чем говорили и предыдущие выступающие. Мы уже подходим к окончанию нашей работы, поэтому я хотел бы завершить третий сегмент этой группы. И дать слово секретарю Юнситрал для заключительных слов. Спасибо. Благодарю вас, Каролина. Благодарю вас, коллеги из Вьены. Вы как раз самоактивным образом организовывали и прекрасно провели последний сегмент нашего заседания. От имени секретариата Юнситрала хотела бы выразить признательность всем партнерам, которые работали с нами по незаконодательной деятельности Юнситрал в течение всего года с самого начала 54-й сессии комиссии. Как мы слышали, работа Юнситрал зависит серьезным образом от эффективного, результативного, гармонизированного внедрения и толкования текстов. Конечно же, те два часа, которые мы только что провели вместе, рассматривая типовой закон о трансграничной состоятельности, недостаточно для рассмотрения всех вопросов. Но дискуссионный форум постарался, продемонстрировал все, что мы в течение года делали по текстам по несостоятельности Юнситрал. Хотела бы, чтобы вы присоединились ко мне и аплодировали нашим выступающим и организаторам этого мероприятия. Вопросы, которые задавала группа, должны быть подробно обсуждены на других форумах, в том числе в рамках мероприятий, которые мы планируем в этом году. Для того, чтобы отметить 25-летие типового закона по трансграничной несостоятельности, хотела бы проинформировать комиссию о том, что рабочая группа 5 в ходе утреннего заседания последнего дня 61-й сессии 16 декабря проведет свое собственное торжественное мероприятие. Оно будет основываться на результатах деятельности группы и позволит более подробно понять типовой закон среди практиков и актуальность текстов в разных контекстах. От случаев ликвидации малых предприятий с трансграничными аспектами, риски распыления активов, а также риски реорганизации на крупных предприятиях. Такие мероприятия, конечно же, связаны с нынешней программой работы группы 5 и другими проектами, поддерживают архитектуру применимого законодательства по трансграничной несостоятельности в связи с типовым законом и двумя другими типовыми законами ЮНСИТРАЛ. С нашей точки зрения, как секретариата, мы доведем результаты этой группы до сведений всех в рамках рабочего документа. Будем поднимать эти вопросы и на других форумах, в том числе в рамках дней международного торгового права в Африке, Азии и других контекстах. Продолжение следует... Мы подходим к окончанию 55-й сессии ЮНСИТРАЛ. Благодарю вас за активный диалог и за то, что вы обеспечили успех 55-й сессии. Несмотря на трудную международную обстановку, включая проблемы, связанные с климатическими изменениями COVID-19, а также агрессии против Украины и негативные последствия для глобальной торговли, мы достигли многого. Отрадно отметить дух сотрудничества и компромисса, который всегда движет работой ЮНСИТРАЛ. В этой связи хочу поблагодарить вас за вашу реальную работу и твердую поддержку в деле успешного завершения работы сессии комиссии. Это укрепляет оптимизм в это сложное время. Я хочу поблагодарить нашего заместителя-председателя, госпожу Беату Челенко, которая председательствовала по пунктам 4 комиссии, и председателю комитета полного состава госпожи Джозелы Винокяровой за председательство в комитете полного состава по пункту 6. В заключении я хочу поблагодарить сотрудников секретаря ЮНСИТРАЛ, в особенности нашу уважаемую секретаря Анну, Анджело и Никола, которые помогали мне председать на сессии, а также конференционную службу ООН, устных и письменных переводчиков, которые неутомимо и профессионально работали с нами, с тем, чтобы эта сессия стала успешной. Сессия объявляется закрытой. Я желаю вам хорошего уикенда. Давайте зарядим наши батареи. С осени нам предстоит большая работа. Спасибо. Заседание объявляется закрытым.